приветствую всех на своем канале хочу с вами поделиться хорошим своим настроением так как у меня был день рождения и сын мне подарил новую орхидейку та орхидейка биглип посмотрите какая она прекрасна ему сказали название этой орхидейки он пока дошел до дом домой и забыл как ее зовут он знает что мама любит сортовые орхидейки поэтому название он конечно же спросил сегодня я хочу поделиться этой радостью этой красотой с вами и показать как распаковывать орхидейки сразу как только они попали к вам домой что с ними нужно сделать чтобы они вас радовали и вы ними любовались долгое время для начала конечно же нужно избавиться от этого целлофанового кулечка и осмотреть всю орхидейку ее упаковали здесь цветочек здесь цветочек здесь кулечек все упаковали она красивая прекрасная все у нее на вид хорошо но мне как любителю орхидеи нужно заглянуть серединку и всем вам надеюсь тоже очень интересно что там скрыто под этой красотой под этими бантиками это все нужно посмотреть и освободить мою прекрасную новинку и не могу не налюбоваться так приступим для начала я ее выну из этого пакетика от пакетика я ее освободила и покажу вам ее цветы без целлофана может кто-то знает название напишите а может быть сейчас будет сюрприз для нас для всех будет написано на горшочке это будет очень интересно посмотрите какой прекрасный беглиб какой язычок замечательный кипра жил очки венозность какая хорошая очень замечательное растение сколько почек не хочет и по моему вот это наверно опадет на как подмороженная это это я уже осматриваю не слышал сына то еще скажет мама я подарила ты начинаешь обсуждать лишь правду людям говорю это почечка тоже на вид немножко другого цвета ну хотя бы она открылась будем надеяться что откроется и будет у нее все хорошо так открываем бантик бабам день рождения начался это скрывается подарок приятная новость сейчас посмотрим ее кормил потому что в магазине могли упаковать и подарить неопытному человеку все что угодно сейчас мы посмотрим смотрим корневую очень интересно не знаю как кому а мне очень интересно первым делом посмотреть стволик ну вроде бы неплохой вроде бы хороший черноты нет немножечко ну но это чепуха сразу же в первый же день берем пинцетик не надо посмотреть что это извините моя дорогая но мне нужно нет все в порядке очень хорошо корни корни тоже замечательные даже поливать не надо будет посмотрите какие зеленые корни насыщены даже раскуклившиеся мой хорошие и название вот есть смотреть что-то ли название название то есть то какие-то цифры название но зато я очень рада ее корешками шейка чистенькая корешочки все в порядке такую орхидей q не надо потрошить первый же день вот такой у нее грибочек вырос видите вот этот грибочек тут конечно не к чему а а это сверху а я испугалась думала в горшке видите какой гриб какой-то интересно ну сверху то чепуха на нашу не в горшке в сверху мы уберем выбрать горшки небольшое количество мха вот грибы есть видите надо будет пересаживать и чтобы не было этих грибов чтобы ничего не размножалось все-таки есть в горшке тоже грибы так снимаем второй бантик и тяжело с этими бантиками красивыми но бантики нужно поснимать допережали немного нюду на одной рукой сейчас я сниму вот я сняла второй бантик все она моя и бантики ей больше не нужны смотрим листочки на вид это очень молодое растение его заставили цвет цвести искусственно так как вот эти маленькие листики их очень много видите они не крупные они должны быть покрупнее листик этот хорошие листики плотные это я рассматриваю уже как как домашнюю орхидейку будет что-то черненькое на цветоносике видно надо будет понаблюдать это вот что-то нет это темный цветоносик все у нее хорошо листики плотные хорошие надо будет понаблюдать еще чтобы мучнистого червяца домой не принести то есть возле своей коллекции я ставить не буду я ее оставлю пока на кухне и понаблюдая за ней но на вид она очень хорошо выглядит и желательно если есть возможность нужно в первый же день ну во второй день вынуть немного коры вот с этих мест и если есть возможность без пересадки достать оттуда торфяной стаканчик ну можно дождаться того как она перестанет цвести но вот этот торфяной стаканчик который внутри из-за него может быть все загнивание и корневой шейки и корни на стеблях появится гниль его лучше удалять ну сейчас я вот хотела достать ну у меня вообще-то гости ждут а я тут с орхидейкой любуюсь играюсь наверное не буду доставать я просто вам покажу это прекрасное чудо что-то хорошая хороший подарок приятный осмотрим стволики ой стволики какие хорошие смотрите почечка еще будет открываться еще одна почечка будет открываться еще это можно все смотреть при покупке если вот эти почки сухие или поврежденные это такое растение лучше не брать так как вот эта часть растения отцветет и потом можно будет срезать до первой почки которая ну не открывшаяся потому что верхняя часть тут могут быть поврежденные бутончики а может они просто откроются подцветут и дальше они уже могут и не распуститься у меня есть такое растение которое отцвело полностью и дальше не продолжает свой рост а на веточках моей той орхидейки я вам позже ее покажу сегодня уже не буду к ней возвращаться вот эти почки у нее были поврежденные и они не открылись то есть стоит орхидейка с веточками которые от бутончики осыпались и ничего не двигается ни туда ни сюда все силы идут соки идут в эти веточки и она не дает рост своему развитию а корневая замечательно аж разбух горшочек во все стороны смотрите какое прекрасное растение ну название мне таки не удалось узнать ну я знаю что это бихлип мне этого достаточно я очень люблю бихлипы смотрите какой цвет и желтый и сиреневый нежно розовый полосочки такие необычные очень красиво я рада этому цветочку новый цветочек в моем доме пополнение коллекции бихлип это замечательный вид и красота в нашем доме надеюсь что у него будет все хорошо спасибо всем за внимание всем желаю хорошего настроения такого же как у меня сегодня в мой день рождения всем удачи всем пока до новых встреч